На протяжении многих лет в Бресте существует хорошая традиция встречать ночь с 21 на 22 июня в стенах Брестской крепости. И это не просто традиция, это ответственность, это долг, это память, которая передается из поколения в поколение. Кто-то проделывает тысячи километров, чтобы склонить свою голову у вечного огня. И вспомнить тех, кто здесь в стенах крепости начал ковать большую и такую долгожданную победу, кто-то, несмотря на столь ранний час, приходит, чтобы вспомнить товарищей потерянных в годы Великой Отечественной войны. Кто-то ведет в крепость своих детей, внуков, правнуков, чтобы рассказать им, какой ценой достался нашей стране мир. Много слышала об этом, что здесь происходит, но как-то вот первый раз выбралась. Я живу в Брестской области, в Лунинце, мне действительно очень интересно. Это очень было интересно, конечно. Это же как бы наша память. А как без этого? В прошлом году не усмогли, а в этом году вот получилось. 22 июня в 4 часа утра немецко-фашистские захватчики напали на Брестскую крепость. Этого никто не ожидал, так как между Союзом Советской Социалистической Республикой и Германией был договор о ненападении. И это было неожиданностью для всех. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Безымянными рядовыми бойцами Родины почти все они полегли на крепостных камнях. Здесь пролег рубеж бессмертия. Здесь, на Брестской земле, начала коваться победа. Вспомнить каждого поименно, тех, кто жизни своей нещадя, шел в бой, понимая, что за спиной большая страна Родина. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался на Брестской земле, охраняя Отечество, на века внесен в списки героев. Подвиг солдат Цитадели останется в памяти потомков на многие годы. Сегодня здесь, на земле, в Ленингарной Брестской крепости, тысячи людей приходят. И они пришли не потому, что кто-то сказал, а и не могли сегодня не быть вместе с нами в 4 утра. В 81-м годовщину начали Великой войны и Великой битвы за сохранение единого Отечества. То, что в год исторической памяти здесь, на Белорусской земле, позиции российского и белорусского руководства, позиции миллионов россиян и белорусов, едины в желании помнить, это особо важно. Особо важно, может быть, более даже для тех, совсем молодых еще ребят, совсем юных, кто сегодня вместе с нами здесь на этой земле. Конечно, мы говорим на одном языке, буквально в смысле слова. Мы приглашаем свои головы перед памятью тех людей, которые мы не можем не говорить на сегодняшнем. Прятуюсь к самому, что мы едины и чувствуем лопать друг друга, и мы ходим. Слушайте, это мы говорим. Откуда? Истина? Слушайте, распахните глаза. В память о войне, живая боль народа. Это общая боль, которая ощутима и бессмертна в сердцах представителей разных национальностей. Сегодня, как и каждый год, в Брестской крепости встретились люди разных поколений, чтобы вместе вспомнить о суровых и трагических, великих и героических годах, сказать свое личное спасибо тем, кто преодолел мощную немецкую атаку и с триумфом победил врага. Пограничники на БТРе едут опускать венки в воду Буга. Молчаливое мы помним, и память эту не перекроить. Война и сегодня – это громкий, искренний и волнующий крик, который доносится из прошлого до каждого человека. Относиться к несравнодушиям едва ли характерно для кого бы то ни было, так уж он устроен, белорусский народ. Со склицанием говорящей о цветущей сегодня родной Беларуси и прославляющей ее за рубежом. Что предшествовало новой сегодняшней истории государством, легко пересказать из учебника, но невозможно представить и ощутить, не увидев собственными глазами и не прочувствовав горечи и скорби роковых сороковых. Сегодня действительно это раннее утро, 4 утра, и сегодня Бринская земля уже 57-й год принимает утренний удар на себя. Она, сколько мы сегодня отмечаем, вот это трагическое утро, которое стало каким-то отрывом от жизни всего, не только белорусского народа, всего мира, когда началась война. И сегодня брещане, приходя сюда, склоняя голову к тем погибшим и тем еще слава некоторым Богу живым, отдают великую честь, то есть смелости, мужеству, героизму, которая необходима тогда, чтобы защитить великое государство. Я думаю, что этот священный праздник в стенах крепости героя будет жить очень долго. Он традиция всего белорусского народа, это традиция уже Советского Союза, это традиция даже мира, потому что здесь отданы и положены жизни всех национальностей нашей страны, мира. И этот победный шаг, который сделала страна в свое время, дала основу развития, в том числе и нашего государства. У меня воевал один из моих дедов, к сожалению, он остался на поле боя. Так память распределилась и возраст, что по отдельным родственникам есть и сведения сегодня, и в архивах были найдены мною в том числе, но кто-то по-настоящему рассказать, что такое было, как война, мне из близких людей не удалось. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны вызывает гордость у потомков. Каждый год белорусы и гости Синеокой стремятся попасть в Брестскую крепость, символ мощной преграды на пути противника, почтить память ушедших безвременно, ушедших трагически, во имя мира и справедливости. Я испытываю очень большую гордость за наш народ совместный, за наш народ Советского Союза, будем так говорить. Во-вторых, мы приехали из Московской области. Я 20 лет мечтала посетить реклимы, возложить цветы к памятнику павшим героям. Мои друзья и сестра меня подержали. И вот у меня очень большая гордость, очень большая печаль. К сожалению, я смотрю фотографии, какой был генофонд, и насколько красивы были те люди. И внутренние, своей душой, как они это доказали, и внешне. И как жаль, конечно, что так все произошло. День памяти. Мы за победу. У нас воевал дедушка. Поэтому, конечно, пришли преклонить колени и вспомнить всех погибших. Скорбная память погибшему в начале Великой Отечественной войны всем нашим гражданам, которые 22 июня в 4 часа утра на себя ощутили, потеряли свои жизни при вторжении врага. Мы сюда приехали нашим коллективом ветеранов. Не просто на машинах, мы на велосипедах сделали велопробег из Пскова до Бреста. Ехали 4 часа. О, 4 дня вернее. Поэтому мы с огромным уважением и с безумным желанием хотим отдать дань памяти нашим предкам, нам, воинам, которые погибли, защищая интересы нашей Родины. С первых часов войны Беларусь стала ареной крупнейших военных операций. В той страшной трагедии, которая длилась 1418 дней, страна потеряла каждого третьего белоруса. Руководство Брестской области, главы делегаций из разных стран возложили цветы к вечному огню. Почтили минуты молчания жертв фашизма, советских солдат, мужественно оборонявших родную землю. 22 июня – это особая дата для всех жителей Беларуси, постсоветского пространства. Но все-таки для Бреста она звучит вдвойне трагично, вдвойне резонансно. И то, что здесь, вне зависимости от погоды, каждое раннее утро собираются тысячи брещан, тысячи гостей нашего города. Я думаю, что это та традиция, которая обязана жить долго. Долго до тех пор, пока человечество не добьется своей главной цели – жить без войны, без конфликта. До тех пор, пока в мире есть фашизм, до тех пор, пока в мире есть нации, которые претендуют на свою исключительность, мы обязаны помнить эту дату, чтобы не повторялась эта страшная война, которая была в 1941-1945 годах. Руководство города Бреста и дальше будет искать новые формы популяризации этой даты, новые формы увековечивания героев той войны и всегда будет приветствовать огромное желание субъектов Российской Федерации, других стран присутствовать на этом мероприятии. Александр Богданович, Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Букинформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова